Дизайнеры старые, они не понимают, как это работает, поэтому, скорее всего, они просто покинут компанию, придут новые дизайнеры. И в этом месте, соответственно, нужно иногда взять настолько нового, настолько сумасшедшего, настолько безбашенного, настолько ни на что не похожего дизайнера с самыми вообще невероятно выпиющими работами, ходами и так далее, чтобы у всех бомбануло конкретно. И это очень хороший способ продвинуться вперед, задрав планку работ, показать, что бывает. И это очень хорошо подстегивает в том числе и старую команду, которая должна понимать, что не все держится на них, что есть новая кровь, есть новые течения, есть вещи, которые раньше никто не мог понять или вообще даже представить, что так бывает, а вдруг оно стало новой нормой. Соответственно, из таких вот событий будет происходить постепенное изменение отношения людей к тому, что происходит. То есть они сначала не поймут, не поверят, им будет тяжело, но потом, когда... В общем, главный секрет во всем дизайне заключается в том, что момент публикации, то есть момент выхода дизайна на улицу, когда его люди видят глазами. Это самый главный момент. Можно никого ни о чем никогда не спрашивать, можно никаких не проводить фокус-групп, вообще ничего. Как только мы опубликовали дизайн, он тут же начал жить. И он тут же завоевал и завоевывает в себе то отношение, которое, собственно, само сложится. Очень часто и очень много люди тратят времени на попытку понять, а хорошо ли то, что мы сделали. Хорошо ли, пойдет ли этот дизайн, поймут ли его люди, а красивое ли это название, хороший ли это цвет. Это абсолютно бессмысленное переживание. Просто это очень простой секрет, он экономит кучу денег, потому что на самом деле работает все, что угодно. Просто берешь и запузыриваешь. И оно сработает. Оно... никто не умрет, ничего не отвалится, все люди все поймут. То есть абсолютно нет никаких проблем пользоваться этим методом.